Всем привет и добро пожаловать в мое новое парфюмерное видео. Сегодня мы с вами поговорим на такую интересную тему, как выбор аромата лично для себя, по своим предпочтениям, по цвету флакона, либо цвету коробочки, либо цвету ароматной жидкости. Все мы с вами, особенно кто живем в небольших городках и нет доступа познакомиться с огромным миром парфюмерии, зачастую покупаем ароматные композиции вслепую и тут на помощь нам действительно приходит вот такая вот визуализация, потому что парфюмеры и маркетологи работают не зря. В цвете флакона, в цвете коробочки, в цвете ароматной жидкости практически всегда отражена сущность аромата, его основная нота, направление и настроение собственного звучания. Итак, ну что, давайте приступаем, поехали. Розовый цвет, розовый цвет с чем у нас ассоциируется? С нежностью, молодостью, свежестью. Да, действительно, флаконы и ароматные жидкости, которые имеют вот такой вот нежно-розовый оттенок, действительно всегда имеют в своем составе цветочные ноты, такие как пион и роза, либо очень сочные ягоды, сливочность такой вот. Ну, в общем, нежнятина. Здесь у меня Miss Dior Blooming Bouquet, новинка 2023 года. Это очень нежный, свежий, молодежный, девчачий, очень комплементарный парфюм, который подойдет как нельзя лучше, впрочем, как и этот. А здесь у меня Туту от Gritty для первого свидания. Если первый аромат, то есть Dior Blooming Bouquet, действительно подойдет для юных девушек совсем, либо для людей, не искушенных в парфюмерии, то Туту это более сильный, густой и насыщенный парфюм, который подойдет, если вы хотите действительно заявить о себе и произвести должное впечатление, в том числе на первом свидании. Итак, красный цвет. Здесь все просто. Яркий, красный, насыщенный оттенок располагает к теплым романтическим встречам, потому что в таких парфюмах обычно сосредоточены очень яркие ягодные ноты. Есть более свежие парфюмерные композиции на тему сексуальности, а есть более томные, пряные и концентрированные, но объединяет их действительно ягодное звучание. Например, Atar Collection Hayati это более девичий, свежий парфюм, в котором вы услышите и сливочность мороженого на очень ярко оттеняющем фоне ягод, таких как черная смородина, красная смородина, малина, клубника, также плоды, например, ананаса с кислинкой. А вот здесь это у нас Venom Incarnate. Все описания я вам подпишу в названии под видео, чтобы вы могли посмотреть, погуглить, почитать ароматные пирамиды, потому что в этом видео я не буду особенно выглубляться в ароматные пирамиды. А здесь у нас земляника, клубника, все это довольно-таки пряно, потому что основано на гурманских, действительно, специевых нотах, таких как корица и на богатые древесные подложки. Кстати, все парфюмы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, например, я заказывала и приобретала в интернет-магазине Rendezvous, в самом надежном, одном из самых надежных магазинов парфюмерии и косметики на территории Российской Федерации. Также к вашим услугам промокод, который вы найдете в описании под видео. Промокод-то даст вам скидку в размере 10%, он всегда до конца этого года суммирится со всеми скидками и акциями на сайте, в интернет-магазине Rendezvous и действует при заказах от 2,5 тысяч рублей. Так что читайте, дерзайте. Кстати, новость про Atar Collection. Я вчера переписывалась с менеджером, мне сказали, что сейчас трудные, в общем, сложно с поставками от этого бренда, потому что интернет-магазин Rendezvous работает непосредственно с производством. И вот что в связи с этим произошло. Вчера мы с вами в видео, те, кто смотрел, смотрели про мой и слушали про мой авторский Aromabox, который вышел в коллаборации с интернет-магазином Rendezvous. Здесь невероятно красивый состав. Aromabox сейчас, ну, на данный момент, когда я снимаю это видео, продается со скидкой 35%, плюс к нему еще суммируется промокода 10 Тверская на скидку 10%. Ну, так вот, так как с Atar Collection, перебои с поставками, мы решили первый аромат, собственно, Тахаяти, а вот этот вот заменить на другой. Мы подумали, что мне там еще нравится из таких, ну, не очень дорогих, не за 30 тысяч, да, парфюмерных композиций, чтобы мой Aromabox это не слишком удорожало. И пришли к мнению, что добавим сюда со временем, не сразу же, ну, те, кто хочет изначальное наполнение, приобретайте скорее этот Aromabox. Опять же, напоминаю, не забывайте применять мой промокод, потому что с этого промокода мне капает немножечко баллов личный кабинет интернет-магазина Rendezvous. И на вот эти накопленные баллы я могу заказать, приобрести там какие-то парфюмы, возможно, доплатить собственные денежки, чтобы и самой пользоваться, и с вами делиться. Ну, и, собственно, чтобы мое вещание на канале не прекращалось, чтобы не переваливалось в одно с порожнее, в порожнее одни и те же парфюмы и так далее и тому подобное. Поэтому, делая любой заказ, в том числе Aromabox, очень важно применять мой промокод. То есть, если вы меня смотрите, если вы меня любите, то, пожалуйста, даже если вам очень лень скопировать и вставить, это всего лишь осуществляется за один клик при заказе, все-таки сделайте. Я вас очень прошу это, потому что, еще раз повторюсь, за прошлый месяц было продано много моих Aromabox, и большинство из них, практически все, без промокода. То есть, вы просто покупаете для вас эти 2600 рублей, 2600 рублей, это какие-то сущие копейки, да? Ну, да, действительно, абсолютно недорого, когда со скидкой и не считаете нужным применить промокод. Тогда для меня, как для блогера, это, видите, оказывается очень важный, чтобы побольше вам рассказывать о парфюмере. Итак, Hayati Atar Collection из этого Aromabox мы решили, пока вот так предварительно, заменить на новинку 2023 года, тоже гурманский, очень вкусный, один из моих любимых ароматов в последнее время, тонко-коло-мансера. Думали на ганимед, но с ганимедом Aromabox стал бы намного дороже. Ну, тем более, ганимедом я всегда могу с вами поделиться, если вам хочется познакомиться. Ну, вы все знаете, Atom у меня очень надежные, 5 либо 10 мл, стекло металлик, так что, если хотите попробовать ганимед в небольшом объеме, то ко мне обращайтесь. Так что, информацию по, вообще-то, бренду Atar Collection я вам дала, и также по моему Aromabox тоже. Дальше переходим, да, зеленый цвет. Зеленый цвета либо коробочки, либо самого флакона, сразу отправляет нас к свежести, к травной свежести. Такие парфюмы действительно подходят больше всего на каждый день. Они освежают, тонизируют, поднимают настроение. Здесь в своих руках я держу, ну, такое творение, кстати, сейчас очень редкое, оно тоже есть в интернет-магазине Rendezvous. Парфюм это Ode Italy, итальянская марка, и парфюм называется Jardin du Poete, то есть сад поэзии. Это действительно парфюм, который посвящен зеленым освежающим нотам. А здесь в основном звучании можно услышать базилик, мяту, розмарин, какие-то хвойные, древесные оттенки. В общем, парфюм на каждый день, парфюм повышающий настроение, даже, можно сказать, офисный, собирающий, очень и очень красивый. Так, а я опять начала ставить флакончики, не туда, да, ненаглядно, а опять на столик. Давайте я исправлю вот это вот недоразумение и буду делать все как положено. Ну, потому что видео, вы сами понимаете, снимать все-таки тяжело, особенно на каждодневной основе. Вот что-то да забудешь. И второй парфюм, который я абсолютно недавно за сущие копейки хочу, кстати, уже повторить, пока цена не возросла. А его это Escentric Molecules Escentric 05. Не путайтесь, просто молекулы 05. Там абсолютно другое звучание. Вот так вот, зеленая коробочка у него, которая передает все настроение парфюмерной композиции. И хоть цвет жидкости здесь такой вот радостно-лимонный, но по коробочке мы можем понять, что будет пахнуть. Это очень свежо, цитрусово, да, вот в зелененьких таких вот флакончиках, либо коробочках. Также вы можете даже вслепую, покупая парфюм, рассчитывать, что будет много цитрусов, много зелени. И здесь тоже цитрусово, такая зеленая, очень солнечная парфюмерная композиция, абсолютный унисекс. Но не знаю, да, либо для молодого мужчины, либо для женщины любого возраста. И нанеся этот парфюм утром, он очень бодрит. Кстати, держится, несмотря на то, что это молекулярная композиция на мне весь день. Хотя там спустя первые два часа близко довольно-таки к коже. И ощущаешь себя не в душном городе, не в душном помещении, не в душном офисе, а как будто гуляешь по кипарисовой роще где-то на Средиземноморском побережье. Так что рекомендацион вам пока это стоит 6 тысяч. И опять же мой промокод вам в помощь. Далее. Белые флаконы. Белые флаконы. Когда мы с вами представляем белый цвет флакона, мы действительно можем представить так же, как пахнет жидкость. Парфюм, который находится внутри. Тут может быть два варианта. Либо это будет так вот, как Анор. Амуаж белоцветочный. Опять же сливочный и нежный парфюм. На тему туберозы и гордыней. Это основные ноты данной парфюмерной композиции. Ну, конечно, в обрамлении разнообразных там специй, даже ладана, замшево-кожаных оттенков. Да что-то только нет. Но главная скрипка здесь сливочно-кремовые туберозно-жасминовые гордыниевые лепесточки. Очень приятный женственный парфюм. Такие парфюмы подходят как на свидание, так и на каждодневную носку. Очень яркий. Или, например, Crystal Love от Tark Collection. Видим белый цвет. Что мы можем подумать? Да, можем подумать о белом шоколаде, о белоснежных взбитых сливках. О чем еще? Ну, вот этот аромат про это и есть. Здесь действительно очень хороший, вкусный сливочный шоколад. А на подложке тягучий густой ванили, что делает парфюм более вечерним, чем вот этот. Мне кажется, что у Нор Амуаж более дневной аромат. А вот Crystal Love, он такой больше подойдет для вечернего свидания. Опять же, теплых встреч, ванильно-розный шоколадный парфюм. Очень красивый. Кстати, в описании, в комментариях под видео, не буду ничего монтировать, в общем, сегодня пятница, развратница, да, когда снимаю это видео. В описании под видео пишите свои примеры, ассоциации ароматов в соответствии с цветом жидкости во флакончике, с цветом флакона и, собственно, с цветом коробочки, как у меня тут получилось. Ну и что? Темные флаконы, черные флаконы всегда ассоциируются у нас с густым, тяжелым ароматом, с вечерним выходом куда-то в гости, на юбилей, в театр, в ресторан, на какое-то торжественное событие. И действительно, в 99,9% случаев ароматы в черных флаконах никогда не будут такие, как в розовых, то есть веселенькими, ягодными, такими вот девчачьими. Нет, здесь все звучит очень нуарно. В таких флаконах мы можем найти очень много. В таких флаконах ароматную жидкость мы можем найти такую, она очень древесно-специевый, такой сливочно-ванильной подложки. Здесь могут быть как кожаные ноты, так и удовые ноты. Обязательно будет присутствовать огромное количество древесины. Тут я держу более сладкий и женственный Sensual Orchid от L.M. Parfum. Заглавная скрипка здесь, это фантазийная орхидея в оборамлении ванильных и древесных оттенков. Очень густой, теплый, действительно вечерний аромат. Он также подойдет для какого-то свидания, но особенно подходит эта парфюмерная композиция для выхода в свет. Или небезызвестный парфюм Black Orchid от Tom Ford. Это уже более резкая, более свежая, более наглая и дерзкая парфюмерная композиция, которая содержит в себе изрядное количество довольно-таки колких почули, на подложке каких-то даже алкогольных нот, что делает его еще более вечерним. И, конечно же, той самой орхидейной ноты, которая нас так цепляет, которую мог воспроизвести только сам Tom Ford. Вот такая вот красота, вот такие вот бестселлеры. Я вам показала свои примеры, другую интерпретацию этого видео на других примерах вы можете посмотреть на моем канале Яндекс.Дзен. Ссылку я оставлю, переходите это видео. Следующее видео на Дзен выйдет завтра. Я вам по традиции говорю спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Всем пока-пока. Всех целую, если вы меня смотрите в пятницу, субботу, воскресенье. Прекрасного отдыха, если вы отдыхаете, если вы работаете, то легкой вам работы. Пока-пока.